28 августа 2013 года рядом с мэрией Новосибирска открылось здание синагоги. Бейт Менахам возводили при участии израильских бизнесменов в течение 13 лет. Основной институт еврейской религии посетили студенты библейских курсов восхождения. Во-первых, интересно узнать историю, культуру другой религии. И как-то открыто все так по-доброму преподносится, и вообще атмосфера полностью понравилась. Мне понравилась беседа. Равима со студентами объяснял суть праздников, суть каких-то вещей, ценностей народа еврейского, объяснял за государство Израиль. Синагога – это место изучения Торы, Талмуда и Алохи. Познавая азы Ветхого Завета от ортодоксального еврея, многие местописания для аудитории открылись по-новому. Главный раввин Новосибирской области Шнеурзал Монзаклас в течение двух часов рассказывал студентам о еврейских законах, культуре и традициях, обратив свое внимание на важность духовно-нравственного воспитания. Город, страна – это не только дома, это не только машины, это не только асфальт, это не только парки, это люди. А что такое люди? Люди, когда они добрые, они относятся к друг другу с уважением и стремятся сделать все, что всем было хорошо. Чтобы достигнуть такой результат, без духовного равства не получится. Потому что, к сожалению, ребенок, человек, если ты его не воспитываешь хорошо, вряд ли он будет хороший человек. Организаторы библейских курсов восхождения делают все возможное, чтобы студенты получили разностороннее образование. Поэтому выбор пал на синагогу, где учащиеся познакомились с традициями иудаизма. Мы одни, есть разные религии, есть разные конфессии. И мы должны со всеми строить уважение, как уже сказал раввин, да, отношения, которые были бы основаны на взаимном уважении. Мы должны знать историю еврейского народа. Потому что, ну, Библия, Тора, как они ее называют, она является их ключевой книгой. Израильтяне – богом избранная нация. Знание еврейских традиций поможет лучше понимать священное писание. 22 марта служители церкви «Исход» организовали и провели на базе учебного центра в поселке Молот День прогуна. Волонтеры вместе с деревенскими ребятишками участвовали в спортивных соревнованиях. Детям было довольно-таки интересно это все. Они здесь очень давно этого просто не видели. Они, кроме вот этой деревни, школы, они больше ничего не видят. Никаких здесь праздников не проводят, ни администрация, ни сельский совет. То есть, это вот это мероприятие просто детям, развлечение, вместо того, чтобы сидеть дома или шляться по улице. Поселок Молот находится в 70 километрах от Новосибирска. Социальная структура малоразвита. Ближайшая школа расположена в соседнем селе. В день проведения праздника каминный зал учебного центра был забит до отказа. Малыши уставшие, но счастливые, долго не хотели расходиться. А что тебе больше всего понравилось на этом празднике? Подарки. Мне подарки и игры понравились. И, короче, весь праздник. Координатор события Максим Агишев представил дальнейшие планы по возрождению сельской глубинки, где первым пунктом стоит открытие детского сада. Наша цель – это возродить социальную инфраструктуру, чтобы люди, которые находятся здесь, они чувствовали себя нормально, у них не было чувства отверженности. Чтобы здесь, так же, как и везде, были детские садики, возможно, школы, возможно, какие-то кружки для ребятишек, секции для парней. Но я думаю, мы к этому придем. По окончанию развлекательной части дети отведали разные вкусности и получили подарки. Клоуны и аниматоры уехали, но ребятишки еще долго не забудут свои эмоции и впечатления. Хочется верить, что в поселке Молот появятся свои детские сады, школы и площадки для игр. Сегодня разнообразными нательными рисунками никого не удивить. Наколки прочно вошли в жизнь современного общества. Все чаще татуировки наносят известные люди в области спорта, кино и телевидения. Молодежь, желая походить на кумиров, старается активно подражать. История нательных узоров достаточно обширна. Например, в античном мире, где один человек мог стать собственностью другого, татуировка выполняла функцию клейма. Племена Европы и Азии использовали наколки для боевой раскраски. Зачастую тату кололи для обрядов посвящения тем или иным духам. И почти всегда нарисованный символ наделялся определенной магической силой, которая влияла на судьбу человека. Однозначно меняется характер, однозначно меняются поведенческие реакции все. То есть, как человек начинает себя вести с окружающими людьми, происходит изменение личного характера. Ну и всевозможные духовные вещи, негативные, которые только могут происходить с человеком, они в обязательном порядке могут случаться. Каждая татуировка на теле Виталия Козлова имеет свой смысл и значение. Прежде чем сделать наколку, молодой человек узнавал, что значит тот или иной рисунок. Ведь Виталий верил, что каждый символ будет покровительствовать над ним. Лично для меня это определенные образы, связанные с теми, скажем так, внутренними процессами, которые я проходил на тот момент, когда я их наносил для себя. С того, что нанесено на мое тело, как старался черпать определенную поддержку для себя лично. Психологи уверены, желание себя разукрасить отнюдь не дань моде, а голос языческих предков. Потому что кровь и гены передают информацию из поколения в поколение. И у человека невольно рождается тяга к подобному ритуалу. Священнослужители в один голос утверждают, татуировка связывает человека с духами, но не с Богом. Природа наколки неизбежно культовая, магическая. И любая цивилизация, будь она светская или религиозная, предостерегает людей от подобных рисунков на теле. Любое действие в физическом мире, оно имеет всегда корни из духовного мира. Допустим, когда человек делал обрезание в Ветхом Завете, это символизировало духовный завет с Богом. Духовный завет со словами или с образами. И во-вторых, это не совсем полезно для кожи, потому что ты вносишь какие-то инородные тела в кожу. И непонятно, что там будет. Это может привести к раку кожи. Или в конце концов, это перестанет иметь актуальность, а ты уже потом с этим ничего не сделаешь. Зачастую люди недооценивают силу знаков. Но наколки не тот случай. Татуировщикам невыгодно говорить правду, потому что бизнес понесет большие потери. Среди символов много пентаграмм и других магических рисунков, которые использовались для языческих церемоний. Для обрядов были необходимы кровь и жертва. Во время сеанса на теле человека появляется кровь. За работу мастера он платит деньги. Знак «Жертва и кровь» – зловещий ритуал. Не правда ли?